Те, у кого есть дети, знают, что с наступлением холодов следует проявить максимальную заботу по отношению к своему ребенку, проследить, как одет, с кем проводит время, нет ли среди окружения больных гриппом и ОРВИ. Однако, как ни следи, малыш все равно должен ходить в детский сад, в школу, общаться со сверстниками. Поэтому вариант изоляции вряд ли сможет помочь. Здесь в пору будут другие методы. Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация. Но ее лучше всего проводить за несколько месяцев до ожидаемого подъема эпидемии. Наряду с этим есть и другие варианты профилактики. В период подъема заболеваемости надо соблюдать некоторые ограничительные мероприятия. То есть, прежде всего, не водить больных детей в сад. То есть, в острый период ребенок, больной ребенок, больной ОРВИ должен находиться дома с мамой и получать должный уход. В этот период дети максимально ограниченно должны посещать места массового пользования. То есть, магазины, какие-то рынки. Максимально посещать городской транспорт, потому что именно там происходит контакт с больными острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети должны соблюдать элементарные правила личной гигиены. То есть, регулярно мыть руки, правильно чихать, правильно кашлять. При этом, родители учить должны, как себя вести. Должен себя вести ребенок, больной ОРВИ. Респираторные вирусные инфекции встречаются повсеместно и являются распространенными болезнями, которые на протяжении многих лет по числу случаев превосходят все другие инфекционные заболевания, вместе взятые. Каждый третий житель Беларуси ежегодно болеет ОРВИ. Это объясняется многообразием респираторных инфекций, а также быстротой передачи возбудителей. Поэтому с болезнью лучше не шутить и бороться еще до того, как она ступит на порог. Для нас очень актуально, потому что мы сейчас болеем, ходим на процедуру, делаем ингаляции, греем горлышко, профилактика. Наверное, в основном это закаливание, воздушные процедуры, прогулки. На данный период времени в Брестских поликлиниках явного эпидемического подъема заболеваний не прослеживается. Во многом сказываются благоприятные погодные условия. Доктора рекомендуют пользоваться этим и чаще гулять на свежем воздухе. Такой нехитрый способ профилактики позволит совместить и приятное, и полезное. Конечно, ОРВИ это очень плохо. Конечно, всегда переживаем, особенно периоды осень-зима, зима-весна. Болеем мы, ну я не могу сказать, что мы часто, но что-то в последнее время, что-то мы как-то продлили нашу болезнь. Но ничего, идем на поправку, пьем лекарства, соблюдаем все назначения врача. Да, Никита? Да. Да, больше гуляем, стараемся не переохлаждаться, витаминчики. Полностью себя застраховать от болезни сложно, однако попытаться все же стоит. Вопреки всем мифам о том, что иммунизация не дает нужного результата, именно она и является наиболее эффективным способом защиты от гриппа. У брещан в запасе еще есть время, чтобы сделать прививку до момента эпидемического всплеска инфекции. Продолжение следует...